Всем привет! И сегодня хочу вам показать, как разобрать и почистить ручку от фрезера Mercedes 2000. Я не буду сегодня вам показывать, как я снимаю гейлак еще раз, потому что у меня пришел наконец-то пылесос. Я сегодня его заберу и завтра постараюсь выложить видео с обзором на него и как раз спилю. Наконец-то я спилю свой маникюр. Я уже не могу на эту руку смотреть, мне хочется перчатку одеть и не снимать. Завтра, надеюсь, переделаю и мы с вами также проверим пылесос. И посмотрите, как спиливает аппарат. Сразу могу сказать, что спиливать, как мне девушка писала в комментариях, что подходит ли он для спиливания геля. Подходит фрезы для спиливания геля или гейлака или для кутикулы. Аппарат у вас только мощность, то есть обороты. У этого аппарата примерно 20 тысяч оборотов, ему уже год с лишним. И когда я поняла, что у меня что-то плохо работает, я хотела заказать другой. Но тяга к разбиранию меня заставила его раскрутить и посмотреть. Кстати, в этой коробочке ничего интересного нет, я попозже раскручу и покажу вам. Итак, смотрите, тут 4 винтика. Берем отвертку и их раскручиваем. Отвертка должна быть обязательно тонкая и крестовая. У меня такой нет, нашла первую попавшуюся, но она мне подходит, поэтому буду делать ей. Винтики не теряем, сразу кладите рядышком, чтобы они у вас никуда не упрыгали. Вот смотрите, ничего тут замысловатого нет. После того, как я почистила эту ручку, я пользовалась ей только один раз. И смотрите, что происходит. Мне все равно очень много пыли. Когда я первый раз чистила, вот тут вот все, вот эти вот части, они полностью все были забиты. Соответственно, тут был не поймешь чего. И еще, девочки, когда чистите, аккуратнее с этим проводом он вылетает. И вы можете нечаянно его оторвать, провода. Придется паять, но это уже другая история. Но лучше до этого не доводить. Не советую вам оттуда все это доставать, так как можете что-то испортить и потом просто не восстановите. За этим блоком я грязи не вижу, поэтому не вижу смысла вообще его доставать. Вставляем все на место обратно. Вы можете его вытащить и почистить, но просто я всегда боюсь вот эту китайскую систему, потому что у меня девочка знакомая заказывала фрезер, и он ее работал с перепадами. То есть вы когда коробку саму шевелите, ручка работала с перебоями. Не пришлось вот этот блок разбирать, а просто оказалось, что там плата отвалилась. Я ее прицепила на двухсторонний скотч, и там вроде бы как все и нормально. Я чистила в прошлый раз зубной щеткой, вы можете точно так же. Я завела себе отдельную такую щеточку, чтобы чистить аппарат, так как зубной щеткой это не очень удобно делать. Но в принципе, можете и зубную щетку старую взять. Первый раз я чистила аппарат старой зубной щеткой, вы можете так же обзавестись такой, и просто ее хранить именно для таких целей. Но сейчас буду использовать вот такую. Конечно же, вот такой аппарат вы используете дома, скорее всего, вы не мастер. И такую ручку я советую вам разбирать каждые два месяца, потому что очень много пыли накапливается. У вас, понимаете, когда работает фрезер, у вас также работает вот этот вот вентилятор. Он охлаждает основной моторчик, и, соответственно, он воздух втягивает, и вся грязь вот через эти дырочки летит внутрь, и там оседает. Соответственно, если вы будете хорошо их прочищать, то ничего страшного не случится. Когда вы чистите внутреннюю сторону, вот вы ее открыли, вы обязательно вот этот вот моторчик держите рядышком, чтобы у вас провода ни в коем случае не оторвались. Аккуратненько. И тут уже прочищаете все щеткой также. После того, как я сделала эту очистку, и также аккуратно его туда защелкиваем. То есть у вас самое главное вот этот вот крусящийся элемент. Вот эта часть забивается, ее чистите. И вот эта часть, где у вас вентилятор, там еще больше. Так как мы снимаем себе в большей степени ей лак, у нас проблема в чем? Мы сняли с вами одну руку, и этой же рукой, которую мы попилили, там на ней остается грязь, вот эта пыль ногтевая или спильный гейлак, мы берем в другую руку, и все, что у нас находится на руках, она у нас, эта грязь всасывается внутрь, пока мы спиливаем. И я после того, как разобрала аппарат и поняла эту фишку, я теперь после того, как снимаю одну руку, я ее ополаскиваю или протираю влажной салфеткой. Только после этого приступаю к другой. И вот сами видели, что там пыли вообще мало было за один раз. Так что, девочки, аппарат-то неплохой. Есть противники этого аппарата, которые говорят, что это китайская хрень. Есть такие люди, которые говорят, что для дома это очень хороший аппарат. Я вам скажу, что я за вторую часть людей, потому что за 8 тысяч я аппарат, конечно же, не куплю. Я не занимаюсь этим профессионально, и такие деньги тратить надо. Чтобы купить аппарат, чтобы снимать гейлак, я считаю, что это большая трата денег. Я на эти деньги лучше для дизайна на Алиэкспрессе что-нибудь закажу. Вы можете взять, который подороже, но, как мне кажется, особо разницы не будет. У кого были аппарат Мерседес 2000 и какой-то другой, который тоже с Алиэкспресс, там он в районе 3 тысяч, напишите, какая разница. Я знаю, что у тех аппаратов ручка металлическая, соответственно, она тяжелее. Но, с другой стороны, если тяжелее ручка, ей сложнее работать или, наоборот, легче. Напишите мне об этом обязательно в комментариях. Ручку собираем. Все у нас тут установлено. Тут мы уже ничего не трогаем. Нам самое главное уместить вот сюда в гнездо провод. Вот эту штучку зажать. Вот, вы ее хорошо приложили. И тут защелкнули. И все. И обратно мы вставляем с вами винтики. Если вы делаете маникюр только себе, то достаточно чистить ручку раз в год, при условии, что вы не будете касаться пыльными руками вот этой части, где у нас вентилятор, и где он засасывает воздух для охлаждения моторчика. Далее хочу показать вам фрезы, которые шли в комплекте. Как видите, первое время я их прокаливала, если кому-то делала. И, как видите, из-за этого проржавела. Сейчас я их очищаю по-другому. Я купила шариковый стерилизатор. Если вам интересно увидеть видео, как я это все делаю, обязательно мне об этом напишите. И я, конечно же, вам его сниму. Им я пользуюсь. Шариковый стерилизатор у меня уже в пользовании месяц. Я там температуру мерила, что только с ним не делала. Но напишите обязательно в комментариях, нужно ли вам такое видео. Вот эти фрезы, они у меня уже год с лишним. Когда у меня нет времени сидеть и пилить вот этой пилкой специальной, которую я вам показывала в обзоре, я использую именно их. Это моя фреза, я пользуюсь только ей, для обработки кутикулы. То есть я вот таким образом ее прорабатываю, отодвигаю. Эта фреза у меня запасная, я делаю только соседки. Также смотрите, вот за год, может быть, напыление, конечно, стало уже хуже, и она хуже работает. Я, скорее всего, буду такой же набор заказывать. Третья фреза у меня уже теперь для мамы, и эта для обработки кутикулы оказалась самой удобной. Я не знаю, почему она лучше и чище обрабатывает. Но я вам скажу, что все три мне очень нравятся, и я с удовольствием ими пользуюсь. И этот набор подойдет для новичков, потому что вот этими фрезами очень сложно пропилить ногтевую пластину. Не, ну, конечно, можно чем угодно пропилить, если постараться. Но вот эти фрезы мне показались более-менее безопасными. И после них я приобрела себе вот такую фрезу. Тоже она для обработки кутикулы. И после того, как я пользовалась темей, этой я себе очень сильно нарвала кутикулу. Я не знаю, как вам объяснить, она у меня прям рваная была. Скорее всего, все-таки она для профессионалов. Так что, девочки, если вы хотите заниматься аппаратным маникюром, то, конечно же, сначала на себе ни на о ком другом не надо экспериментировать, потому что вы можете навредить. У меня масло китайское закончилось, я жду заказ, и у меня вот боковые валики, они начинают уплотняться. То есть мне в данный момент придется их спиливать. И я, скорее всего, эту фрезу буду использовать. Вот, смотрите, видите? Также появляются заусенцы. Я прям это масло жду, как не знам и что. Надеюсь, что оно ко мне скоро придет. Придет, буду еще сразу десяток, наверное, заказывать, потому что лучше китайского масла в таких вот дозаторах с кисточкой я еще пока не встречала. У меня очень много масел, но лучше этого нет. Выключаем сам аппарат. Вот тут у нас резиновые ножки. Их надо вот так вот поддеть. Они как бы на клейкой основе. Мы их просто снимаем. Чтобы пальцы не ломать, вы также можете поддеть отверточкой. Эти две части мы не трогаем, потому что тут нет никаких винтиков. Я не знаю, для чего это отверстие. Как видите, какие-то заглушки стоят. Может быть, они хотели что-то провернуть, но не стали. У нас также, как и на ручке, четыре винтика. Вот смотрите, внутренняя часть аппарата. Тут вообще ничего сложного нет. Вот видите, о чем я вам говорила. Держится все на вот таком вот силиконе с обеих сторон. И когда прошлый аппарат пришел, вот этот силикон, он оторвался просто. Вот эта плата, она чуть-чуть болталась. За счет этого при движении аппарата ручка начинала очень сильно прыгать. У меня, как видите, все нормально. За год с лишним пользованием аппаратом тут много пыли не скопилось. То есть, эту часть вы можете вообще не трогать. Именно на своем аппарате я ее не чистила. Открываю ее в первый раз спустя вот сколько времени. И как видите, пыли в нем нет. Вы блок же не держите прям рядом, где пилите. Он у вас чуть подальше, поэтому он не хватает столько пыли. Соответственно, вам его разбирать смысла нет. Никаких премудрости тут особых нет. Также тут нет никаких моторчиков. Внутренность тут просто самая примитивная. И ничего тут такого прям сверхъестественного нет. Но самое главное, что нет пыли. Можно собирать обратно. Это как бы заглушки. Они являются также ножками. Мы их ставим на место. Давайте проверим, не придется ли мне покупать новые просто таких манипуляций. Как видите, аппарат работает. И, девочки, я не знаю. Я сначала хотела купить аппарат подороже, но сейчас я решила, что пока этот у меня не сломается, я брать другой не буду. Но смысл тратить деньги, если он у меня рабочий, и он действительно спиливает гейлак. Тем более, к нему я подобрала нормальные фрезы. Одну я взяла для левой руки, другую для правой. И ни капельки не жалею. Сразу вам покажу, какие. А то вы будете спрашивать. Потом еще отдельное видео снимать про них. Значит, смотрите. На левой руке я снимаю вот этой, но она снимает хорошо. Ничего не могу сказать. Вот эта фреза, она как бы кажется такая, знаете, поострее. Это более гладкая. И мне левой рукой удобно. Почему? Она плоская, и очень можно ровно снимать гейлак, оставляя базу, и потом просто чуть-чуть ее запилить, и все. Но с этой фрезой надо аккуратнее, потому что если сдеваете сильно кутикулу, конечно же, вы ее царапаете. Эта фреза более мягкая для кутикулы и для снятия. Сами знаете, какое напряжение, когда вы снимаете левой рукой. Поэтому у меня для снятия и на две фрезы. И эту я использую на правой руке, когда только снимаю возле боковых валиков, если у меня что-то осталось. Так что, девочки, советовать или не советовать, я, конечно же, вам не буду. Решать только вам, нужен вам такой аппарат или нет, или какой-то другой. Если вам видео было полезным, поставьте обязательно лайк. Напишите мне в комментарии, нужен ли вам обзор на шариковый стерилизатор. Ставьте лайки, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока!